Привет зрители, хрен знает какое по счету видео за сегодня, потом еще будет мой парфюм, при этом не шортсом, и монгбан, когда я все это смонтирую, хрен знает, это будут мои пустые баночки за февраль, и даже не съесть и выкинуть, а именно уходовая. И одна баночка не пустая, но это аты и ад. Если тебе интересно, воспользуйся VPN и зайди в инстаграм, там есть разборный пост. Если религия не позволяет VPN или еще что-то, или в инстаграм, ну, через какое-то время будет обзорный пост, в смысле отзыв в этом, на Арике. Не подошло, не понравилось. Хорошо использовать как жидкое мыло, так я его и доюзаю, но очень сильно сушит кожу лица, при том, что у меня вот это вот, буква Т, жирная, и в принципе чуть-чуть подсушить было бы нормально, а это сухое. Оно мне настолько сушит, что вот у меня прям кусочками кожа отваливается, и там, и там. Жуть! Первый раз такую пенку вижу. Мягко очищает, увлажняет, успокаивает, придает сияние. Че она там для всех типов кожи? Вот в инсте я написала, братья белорусы и сестры тоже, че вы туда сунули? Может быть потому, что суперфуд Мадыча по романзе, ну, короче, не суть. В общем, помаду, ну, не удаляет ни хрена. Жирную, жирные блески, жуть, вообще никак. Я потом смывала мицелляркой то, что оно оставило. Обычно какую-нибудь помаду, типа Камал, у меня там есть красненькая, красный, дикий красный, я ее покупала в Улыбке, Радуги, фиг знает в каком году, когда еще была в Ярике, общалась с Эталенко, Снегиревой, хрен знает какая она сейчас по фамилии. Оно удаляет, но местами это остается. Вот, ну, в складочках губных она остается, еще где-то остается. Короче, совершенно бесполезная пенка. Вот удивительно, у меня кожа рук сухая. Сейчас, правда, она, наверное, ее бы подсушила, потому что надо бы увлажнить. Короче говоря, вот как жидкое мыло, оно нормальное. А как пенка для умывания, жуть. У меня тут с Десл совсем осталось, я хотела его на уход взять, а потом думаю, блин, тут осталось на 2-3 раза. Вот сейчас его как раз и помажут. Очень классный крем на Ярике в одном отзыве, но не в моем другом. Он назывался крем Фотошоп. А мне он вообще помог за 5 дней теста, прежде чем написать отзыв на Арик. У меня была вот здесь вот, кстати, вообще даже нет уже, у меня был вот здесь такой свет от кошки. Шрамик такой, и он за 5 дней его практически убрал. А потом так и вообще убрал. Обалденный крем, это на Вайтбрис покупала. Я ему, по-моему, отдельное видео посвящала, может и нет, не помню. Ну, короче, я попробую. Я постараюсь не забыть артикул в инфобоксе, на него ставить. Это на Вайтбрис можно купить. Джорджио Капачини. Ну, вообще его так называют Джорджио, но это Георгио. Не знаю, как правильно может Джорджио, наверное, Капачини. Крем омолаживающий для рук и ногтей. Мягкость, эластичность, упругость, восстановление. Самый прикол, что он на кузьем молоке. Я не смогла в свое время пройти мимо. Тут 60 мл, 12 месяцев после скрытия. Очень экономично хороший крем, классный вообще. Так. У меня тут буквально на пару раз осталось. Тоже вот сегодня 28, завтра 29, укокошится. Крем Рорекс Черника. Это был такой наборчик от Полины, кажется, подарок. У меня еще несколько кремиков такие с розой, еще с чем-то есть. Очень классный кремик. Хорошо идет на зиму. Он уже, в принципе, годовалый такой кремик. Я тут заюзала и вообще не поняла прикола. Помолка-молка скраб для тела с малиновыми косточками. Его надо как бы, ну, значит, нанести на важную кожу, тело, вспенить каким-то загадочным образом. В общем, оно не вспенивается. Оно не скрабирует. Оно какое-то там слеженное было, как черное че. Вот ерунда на постном масле. Хорошо, что это был просто пробник. Если бы я его купила полноценный, мне бы было жалко денег. После скрытия 6 месяцев. Ерунда на постном масле. У нас пока тут 2-2. Ерунда? Не ерунда. Неплохая масочка. Джи год. С черной улиткой. По-моему, я ее покупала тогда на этом, на бьюти-патчах. Единственное, там сама вот эта тряпочка, я не знаю, на какое лицо было. Сразу вспоминается чувак, что меня с декабря каментит. И вот он, его папа болило от слова инвалида. Его папа болило, его, по-моему, от всего папа болило. От всего моего канала папа болит, от любого слова. И где-то у меня там был отзыв на подобную масочку корейскую, что там, ну, рассчитан на какое-то очень маленькое лицо. Его тоже папа болило. Чувак, если ты все еще смотришь, и тебя папа болит, пусть тебя еще побольше папа болит, потому что тут, ну, очень такое, на очень странное лицо рассчитано. Ну, какое-то вот, вот эти дырки вот здесь. Но увлажняла она хорошо. У меня, по-моему, может быть, еще такая масочка есть, а может и нет. У меня закончилось, наконец-то, масло от Maldives Dreams. Причем у меня еще есть ролик, который я не домонтировала. Не шортом вроде, а просто именно вот в нормальном положении камеры. Маслоактиватор для роста бровей, ресниц. Не знаю насчет ресниц, но, наверное, брови где-то поросли. Короче, я каждый день в деревню, я его не брала, вот когда в городе была, регулярно перед сном мазала кисточкой. Я тогда купила набором, там два было, один отдала сестре тогда, ей понравилось. Все там что-то росло. Тут совсем чуть-чуть осталось, оно так уже, что вообще не выкатывается, не вынимается. У него срок был до 14 марта этого года. Хорошее масло. У меня еще есть от Maldives Dreams кокосовое масло, тоже очень классное. Хоть у него оказался, когда я его покупала, я вообще как-то не глянула, что там срок годности был, через два месяца закончится. Ну, оно кокосовое, косметическое масло. Его ж не есть, с ним все нормально, я помню. У меня было какое-то кокосовое масло, не косметическое. Парашют, я про него просто забыла, он как для еды и косметики. Я про него забыла, в еду уже как-то стрёмно было ложить, а в косметику нормально. У меня закончился гелик, я до него даже на Арики писала отзыв. Это подарок от подписчицы Лёлечки. Фаберлик, Бьюти Кафе. А, да, хочу сказать спасибо Лёлечке за донат. В титрах будет. А то я увидела её донат, а мой ролик, который был запланирован на выход, но он уже как бы был смонтированный и выложенный. Короче, это тут у нас чё? Гель до душа черничный капкейк. Пахнет вкусно, черничным каким-то таким йогуртом. Хорошо пенился. Единственное, под конец у него как-то тут эта крышка подсломалась. О чём я в отзыве, конечно, не написала, потому что она подсломалась буквально на днях. Хороший гелик, мне понравился. Спасибо, Лёречка. Причём это один из немногих геликов. Вот другой какой-то гелик был от Бьюти Кафе. Прям не мылился ничего, это хорошо мылился. Такой гелеобразный гелик, вообще обалденный. Вот тут скрабик, кто-то мне из вас, ребята, дарил, я не помню кто. И фраше, гаммаж. На один раз вообще, 30 миллилитров. Я вспомнила, что мне эти гаммажики в своё время полноценные флакончики по 200 миллилитров улетали только так, потому что чё-то у меня как-то вырезалось, мне на всё. Вот чисто эти нижние полушария мозга поскрабировать. Хороший гаммаж, понравился, спасибо. Так, чё у меня тут? Вот тут ещё даже капля какая-то есть. Это гелик для душа, истинная роскошь, крем-гель для душа с ароматом белого персика и ванильной орхидеи с маслом Акадамии. Айван Сенсос, подарок от подписчицы Лёлечки. Хороший гелик, хорошо пенился. А местами я его юзла, как жидко-мыло, досатор, то есть, да, а местами как гель для душа. Так, у меня тут крем практически закончился на полтора раза. Осталось это футворд интенсивное увлажнение, ворк, точнее, интенсивное увлажнение, крем-пяток, 10 увлажняющих ингредиентов за 4 часа. Эйван от Лёлечки. Если честно, я не заметила супер-увлажнение. Я на него тоже отзыв на Алике оставляла. Ссылочка в инфобоксе есть на мою страницу на рекоммент. Ну, или просто пояс забивайте рекомменты. Я в фарер, мой ник там как раз найдётся. Так вот, кремик на раз. Увлажнение, вот пока намазываешь ноги, вроде как чё-то есть. Там лёгкий такой охлаждающий или эффект какой-то мясный такой немножко. Но... Ну, никакой. Спасибо, Лёлечка. Вот я бы сама такой не купила. Ну... На безлибре и рак рыба у меня закончился наконец-то. По-моему, это подарочек от Светочки был. Год назад как раз. И вражеский бальзамчик. Да, этот скорее всего от Леночки из Франции. Потому что был набор у меня тогда крем для рук. И вот этот бальзамчик от Светочки в прошлом году. Это лимитка прошлого года и Фраше. Бальзамчик с миндалём. Очень мне нравился. Очень классный. Долго играющий. Надолго хватило. У меня тоже на него есть вызов на Алике. Вот это от Тонечки. У меня немножко ещё осталось. Я его перелила. Он, кстати, бухой. Я про это говорила. Сейчас вспомнила, что это. Что там у меня? Во флаконе от жидкого мыла для кухни. От Фаберлик. От Лёлечки флакон. Вот это вот мыло натуральное. Густомыло для волос и тела. Восстанавливающее. Оно у меня сейчас идёт в роли жидкого мыла. Иногда и мои волосы, когда у меня тут раненая рука была. Иногда я его использую как гель для душа. Вот на последние два дня. Оно как раз в феврале идёт как гель для душа. Там буквально чуть-чуть осталось на 2-3 применения. Очень классно. Я делаю ему отзыв на Алике. Мне оно очень понравилось в использовании. Единственное, неудобно брать. Тут ещё была крышечка. Она хрен знает где уже. Баночка вообще чистая. Пахнет обалденно вкусно. Чем-то таким и сливочным, и молочным, и чёртное. Чем очень вкусно. Вкусно, да. Очень, я есть невьема хочу. Очень хорошая такая штука. Молочное, протеинное, органическое, масло, шибы, из-за СЛС и парабенов. Спасибо, Тоник. Очень классная вещь косметическая. И для волос и тела универсальная такая. Единственное, что вот, ну, неудобно брать. Но можно куда-то перелить, и будет удобно. Оно не тестируется на животных. Так, у меня тут от Светочки масочка от Мэри Кит. Я ей, по-моему, вообще один раз попользовалась. Не знаю, может, там что-то высохло, ещё что-то. В общем, я её давила, давила, так и не давила. По весу вроде что-то есть, но как-то оно не пошло. Ну, вообще, у меня год слежало, я всё его собиралась поюзать, поюзать. Ну, когда я её юзла, она хорошая. Не сказать, я не знаю, что она там делает, но увлажняющий эффект от неё был. Классная штука. Вот только я её первый раз-то выдавила нормально, а второй раз она у меня как-то уже не додавилась. А вот кремик такой нормально додавливается. Так, у меня тут закончился гель для душа. Там попала вода, он как-то так вот стёрся. Это от Ботавикас, натуральный гель для душа, ароматерапевтический энергия и сияние для всех типов кожи, с маслом авокадо, мятный камфортный аромат. Он хорошо мне помогал заживить сзади, вот на спине прыщички, которые снова появились. А не сколько они прыщички, сколько вот сидишь, без разницы, где просто сидишь, тебе на спину так фига, а потом по спине на когтях сползают. Я вчера тапила, наклонилась ближе к кампу, потому что не видно мне было. И на меня вот так со сбегу прыгнули, сползли. И вот он это помогал залечить ещё всякие там ранки на ногах, сейчас у меня их намного меньше, но на спине снова появились. По ногам они сейчас особо не ползают, но на спину прыгают, на спину. Очень хорошая, весь удобный дозатор. Единственное, что он очень неэкономичный, он густой. Я не знаю, может, он надо было как-то водой бодяжить, но он очень густой, его надо было много на губку, чтобы была пена. Соответственно, он очень быстро закончился, но лечебный эффект у него есть. Хорошая штука. Потом, может быть, повторю себе такой. Так, номер О. Тут совсем чуть-чуть осталось, но оно уже не подцепляется. Это эта штучка, это Брелил, Милана, это подарок от подписчицы Светы. Он у меня очень долго был в использовании. Это двухфазный спрей для двухфальных базам моментального действия с цехтом овца. Он мне помогал в расчесывании волос, ну, как-то давал им пышность, дольше сохранял чистоту этих волос. Очень классная штука. Я писала ему отзыв на Алике даже как-то, если интересно, гляньте. Спасибо, Светочка. У меня тут закончился кремик. У меня, по-моему, это последний. Это от Катюши Бьюти Киски с Бьюти. Крем для рук. У меня тогда был наборчик маска для рук и ещё четыре таких кремика. Это вот салоя. Хорошо увлажняет ручки, удобный формат. Он у меня такой валялся в сумочке, в рюкзачке. Вот тут вот достала, и он у меня... Ну, как бы я стала убирать вещи в сумочке, которые я пока не пользуюсь. Залезла, у меня там этот кремик. Я его достала и дожала до конца. Спасибо, Катюша. Очень хороший кремик. У меня тут буквально сегодня... Вчера вообще закончилось. У меня же тут двое суток отрубали воду на помеременной. Я решила одну сковороду замочить, потому что тут как бы нарисована сковорода. Похоже, как у меня. Практически один в один. И она чистая очистка, очистка. Я залила кипятком, зашпарила. Вот эмаль хорошо отмывает. Все какие-то раковины металлические или керамические хорошо отмывают. Эмалированную посуду, еще что-то. Какие-то пятна выводят, какие-то не выводят. Я видео до сих пор еще не смортировала. Хотя шорс уже выкладывала. Это, короче, отбеливатель, пятновый водитель, кислородный, эко-ваш, универсальный. Так вот, со сковородой он не справился. Почти никак. Но я сегодня своему близкому родственнику жаловалась. Говорю, наверное, говорю, все-таки ему не все под силу. В общем, для чего-то он хороший, а для чего-то не очень. Я заказала себе на днях тут другой отбеливатель. Вроде как того же производителя, но дизайн другой. Либо просто похожий, фиг знает. М-свежесть, бычье сердце. А-а-а! Это я покупала тут эту. Как ее там, блин? Хурму. Я уже второй раз в магните покупаю хурму. У меня такое ощущение, что некоторая хурма чем-то обработана. Потому что съел хурму и сидишь такой весь чешется. А съел похожую хурму и другого магазина. Но другого сорта. И ничего не чешется. Последняя штука. Увы, ах! Вот знаете, люди. Это скин гидро, скин пробиотик. Российская компания. Сыворотка с пробиотиками, киалуроновой колбасой. С кислотой, хотела сказать, колбасой. Колбасы, к сожалению, нет, но есть курица. Запеченная. Максимальное увлажнение плюс регенерация. 30 мл. Конечно, с одной стороны, хорошо, что темный флакончик. С другой стороны, о том, что там уже ни черта нет, узнаешь. Только когда переворачиваешь флакончик. Там ни черта нет. Его хватило буквально на 2 недели. Я его применяла утром и вечером после умывания с пенкой и после нанесения тоника. Скин пробиотик в инстаграме на них была подписана. Но потом я в них как-то разочаровалась. Они как бы говорят, что если вот такую сыворотку увлажняющую, то надо наносить на влажную кожу, иначе она не впитается. Не знаю, у меня вот была сыворка увлажняющая тоже с гиалуроновой кислотой от Лолив. Наносила ее после тоника. После того, как тоник впитался, все в ништях было. Хорошо увлажняло. В общем, какой-нибудь гетекс, который у меня был в уходе на март. Лолив. Вот из таких сывороток, которые я пробовала. Сыворотка-водичка. И вот это. Где цена 300-400 рублей за 30 мл. Или вот тут я, честно, не помню. Тысяча, тысяча с чем-то, если вообще не две. После вскрытия 6 месяцев. Вот, по-моему, они в рекламу до хрена денег бухали. Поэтому у них вот такая цена. Потому что качество... У меня еще была похожая сыворотка от Ботавикас. Она в какой-то момент загустела. Считается потому, что надо все выдавливать из пипетки. Весь воздух и все вот это на руку распределять. Черт знает по какой части тела. Потом уже туда сувать. Потому что туда попадает воздух. Туда воздух и так попадает. Потому что пипетка создана, чтобы наносить вот так вот. Не касаться кожи. Но то, что из пипетки выходит, тоже кожа касается. Короче, лапша на уши. Плюс те люди, которые рекламируют. У них вот определенная там одна или две девушки. Я не знаю. Вот они рекламируют. Я кучу рилса смотрела. Даже репостила в столе. Потому что мне что-то было так интересно и нравилось. У них вот этой всей косметики. Там где-нибудь рекламируют, что вот оно увлажняет. Там круги под глазами убирается. Все такое. Там такие лица. Вот я не знаю. Вот они вообще сами слушают, что они говорят. Короче, я, конечно, заказала еще крем для кожи вокруг глаз. Он у меня лежит в запасах. Потом, может быть, крем будет вау. Но если вам вот надо, купите лучше Ботавикас. Она также загустеет неделю через три. А это через две недели подгустела. Как-то изменилась у нее консистенция. Очень неэкономичная. Белая такая уходит очень быстро. Шорс у меня там был. Если интересно, вот глянуть чисто консистенцию. Пипетка такая обычная у гетокс. Пипеточка немножко по-другому. И как-то вот берешь, оно не выпадает из этой пипетки. Тут берешь пипетку. И оно все так вот. Пшик и вышло. Дожевать даже не надо. Оно, конечно, увлажняло. Классно увлажняло. Но вот по эффекту, что лариф, что вот это гетокс или, допустим, Ботавикас на одну линию. Короче, как бы не сказать, что это супер вау. Но мне кажется, тут очень много завышенной цены. Такая хренатень. Ну, рублей 400 максимум должно стоить. А не то, сколько оно стоит. В общем, как-то я не в восторге. Попробую вас. Спасибо. Больше не буду. Так, вот такие у меня пустые баночки. Если вы чем-то подобным пользовались, поделитесь со мной в комментариях. Если вы пользуетесь чем-то другим, хотите мне что-то посоветовать, тоже можете написать в комментариях, если хотите поддержать канал. Где-то будет облачко. Ну и что это? Если еще не подписались, подпишитесь, подпишитесь на инсту, в Тереге. Теперь можно писать комментарии. На моей странице ВКонтакте, на стене тоже, оказывается, можно теперь писать комментарии. Как-то так получилось, что вот теперь их можно. Ну и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok